Итак, привет, с вами Боб Гай, и мы продолжаем играть за Советский Союз в Total Cringe. И мы в прошлой серии закончили Великую Отечественную Войну, и теперь думаем насчет того, что нам нужно сейчас пойти на Восток, закончить эту войну, а затем, я предполагаю, нужно уже полностью победить капитализм, пока они не исследовали какие-то неизвестные нам виды вооружения, которые мы в Север тоже начали уже исследовать, и в принципе, может, даже успеем к нужным моментам. Плюс мы тут исследования делаем авианосцев, но я вот на самом деле не очень уверен, что нам они прям сильно нужны, по той простой причине, что да, они очень сильные, и если будет конфронтация с флотом, то мы с помощью них выиграем, но с другой стороны, блин, мы одной авиацией можем победить? У нас нет с этим проблем никаких. Мы действительно можем победить просто одной авиацией. Так что посмотрим, как что. У нас теперь огромное количество фабрик, огромное количество военных заводов, ресурсов. Просто вся Европа наша. Так что это вопрос лишь некоторого времени. Тем временем у нас едут дивизии на восток. Все они еще дотренируются обязательно, потому что у нас есть сейчас время немножко дотренироваться, и будут они выполнять операцию в Маньчжурии. Так что вообще, да, можно забить, наверное, на корабли вот так. Будем потихоньку что-то исследовать, но не слишком процедунуться. Вот это тоже нам бы взять, 60% на атомной технологии, и я бы начал уже исследовать просто вот так вот подряд эти две техи. Я так подозреваю. Так вот, надо сделать СЭФ, потому что это даст в, вон, 13 стран, по две фабрики, плюс стабильность, плюс популярность коммунизма. Это нам надо. Но здесь я также думаю, нам надо войну с Японией сделать, да? Ну давайте сначала СЭФ на разгон наших вот этих союзников всех, а затем уже в войну с Японией мы пойдем. Как раз к этому времени войска дообучатся, железная дорога проложится, будем мы уже готовы. Поехали. Как раз их надеждают наше управление. Я не очень понял, про что это. Допустим... Что-то поменяло? Нет. Какие-то странные ивенты. Очень. Ну допустим. Сенсы его частью. Это видимо какие-то ивенты о том, что мы можем терять любых коммунистов к себе забрать или что? Очень непонятно, но очень интересно. О, нет. Первоначальное восстановление последовательной войны. Блин, ну чё ж такие бафы? Мы-то не так, что и проиграли. Блин, это неприятно. И это будет ещё идти некоторое время. Ну не так долго, хотя бы. И разрушения, разрушения идут 3 года. Господи, какое разрушение 3 года? Они... Не пора только часть территории взяли. Ну что это за смех такой? А это как-то можно убирать? Наверное, нет, я так понимаю. Да. Есть варшавский договор, который полезный, кстати говоря. Нам даст чью-то исследований. Но я не вижу каких-то... Чтобы у нас что-то появилось особого такого. Так что, судя по всему... Ну да. Ещё, кстати говоря, знаете, что будет смешно? Тут же фокусы остались и те же. Здесь никто не подумал о том, что странно могут быть чьими-то марионетками, да? Хотя вот в некоторых вещах, я смотрю, подумали, но вот вещи-вещи, типа вот сотрудничество с Японией, там, ещё что-то не подумали. Так что и Германия будет делать смешные фокусы, как и, в принципе, все остальные страны тоже. Хотя, ну хотя бы вот эти вот... Да, полностью независимо окей. Что-то они сделали, а что-то всё ещё нет. Ладно, не настолько смешно, как я это думал, по крайней мере. Ну, слушайте, вот это очень... Так, кстати, красный эмбарго, да. Как будто мне не плевать. Вот это очень жёсткие дебафы. Прям очень. Поддержка войны минус 0,4 за что? Мы победили очень низкими... Очень низкими расходами, я бы так сказал. Это всё. Типа очень-очень красиво, очень сочно и без лишних потерь всё это произошло. Ну ладно, так и быть. Хотя поддержку этого как-то надо будет потом поднимать обратно. Вот это надо будет нажимать, я думаю, и всё. У нас других вариантов нет. Оба-на. Вставляем из сталинского режима. Ещё один ивентик. Плоды победы революции. Зачем контролировать наши сферы влияния? Смотрите-ка, во всех странах у нас минус политка, плюс ТНП, минус стабильность, но плюс стабильность еженедельная, то есть нормально. Поддержка коммунизма тоже. Минус Аки к армии, минуса, да. Ну, опять-таки, плюс коммунизм. И опять-таки, сверху ещё плюс коммунизм. Нам всё это 200 политки сняли. За что? Хватит нас душить. Хватит. Ладно. Блин, ну задушили Советский Союз нереально. Вопрос такой вот. А у Франции? Что ж эта Франция так себя хорошо чувствует? Которая была вся оккупирована, на самом деле. Почему только Советскому Союзу накинули смешные дебафы? Мы к нам теперь марионетки бесконечно передают дивизии вот так вот. И это меня, конечно, очень раздражает, но ничего с этим поделать я особо не могу. Оп, нам власть Сталина над Европой. Железно за нас выпустилась на континент. Ну да. Сколько угодно распространять свою пропаганду против нас. Да. Они ее не победят. Коммунизм восторжествует. У нас в этой игре есть фокус, который дает плюс один завод по тяжелой авиации. То есть мы делаем вот так. Мы идем вот сюда, собственно говоря. Собственно говоря, есть... На легкие бомбардировщики это не то. В общем-то мы сейчас имеем огромные заводы тяжелых самолетов. Мы получим комплекс заводов. Это я считаю очень солидно. В общем-то чуть больше еще будем производить наших стратегических бомбардировщиков. А мы их прям реально много производим. И на них сейчас фокусируемся, потому что это и будет наше основное оружие против что Японии, что против капитализма. Вот тут Америка делает еще свой американский мир. Но мы знаем, что капитализм проиграет в итоге. Кстати говоря, японцы-то тоже проигрывают здесь. Они не захватили здесь Индонезию ничего. Такого Филиппина всям скоро проиграет. Так что да, собственно говоря. Япония уже на пороге проигрыша. Но мы дойдем давайте до сюда и потом уже будем попадать на Японию. Просто дело в том, что ТЖД мы нифига не построили из этого ТНП. Очень это нас задушило на самом деле. Ну, типа, а что поделать? Насрали, насрали нереально нам. Итак, войска на месте. Даже танки я вот успел додеплоить из запасов. Ну, это дивизии готовились. И они тоже уже на месте. Можно прекратить их тренить, в принципе, и начинать уже операцию. Собственно говоря, они, конечно, очень сильные. Фото вся на месте. Авиация сюда. Какая, возможно, была переброшена. Стратеги, которые можно было всегда перебросить, тоже здесь. Вообще, на самом деле, можно еще их и больше сделать. У нас производство стратегов-то, ну, солидное. Если так просто его можно назвать. Она огромная, на самом деле. Я бы сказал, больше, чем Америка в свое время пускала. Так вот. Здесь мы готовы. Все, здесь мы готовы. Не вижу причин нам откладывать нападения. Призываем всех в войну. Наступаем здесь, наступаем здесь. Поехали. Япония недолго продержится, я чувствую. Параллельно еще тут фокусы сделаем вот эти. Азиатские, потому что, ну, а чего нет? Еще надо будет, наверное, вот этот баф на ядерное исследование сделать. Но это попозже. И не забываем ресурсы качать, потому что у нас, конечно, их очень не хватает. Так, аннекси-то анниту вообще... Это в этом был толк, кстати говоря? Слушайте, вообще, да. Аннексируют. Блин, ну, аннексируют здесь неплохо промышленности, конечно, да. Для одной стороны, для такого фокуса. Но, безусловно говоря, недостаточно. И можно вот это тоже все сделать, почему бы нет, да? Субъектом. А она сейчас, а она сейчас типа не субъект. Ну, давайте доделаем тоже это все. А еще начинаем мы механизировать наши дивизии. Делать из них вот такие вот дивизии. 20 ширины фронта. Если сравнить их с пехотными, то можно видеть, что они, в принципе, примерно одинаковые. Только чуть-чуть посильнее. Просто там и по РГ, и по ХП, и по атаке-защите. В общем-то, апгрейд. Самое главное, у них прорыв в два раза вырастает. И это очень важно. В общем-то, этим мы будем оканчивать войну, я чувствую. Нам, конечно же, не хватает механизированных единиц. Но мы их очень-очень успешно производим сейчас. Так, и продолжаем здесь фокусы делать. Новые стратегии. Это ура товарища. Происходит сейчас на ваших глазах. Почти 3000 километров дальности. Это, конечно, прекрасно. Давайте, чтобы это не висело. И вот так. Отлично. Чтоб желтым не горело. Я так сделал. Теперь по четыре с половиной будем делать. И ИЛы новые тоже. Конечно же, мы их тоже грейдим. И у нас прекрасная новая авиация появляется. Опять-таки, делаем так. И ИЛ 10МК-1. Поехали. И накачиваем мы потихоньку истребители. Новые их тоже будем делать. И с нашим сплетним войну, конечно же, Япония начинает жестко проседать. По потерям пока, кстати говоря, не так, что вроде и сильно, да. Но от них потеряли 20 тысяч. Они от нас как будто меньше 80. Ну, так скорее всего, есть. А Манчжурия же 41 тысяч от нас потеряла. Так что мы ей в основном носили урон. Вот потихоньку-потихоньку будем двигаться и в сторону Японии. Вот авиабазу самое главное было захватить. И вот здесь вот. Не должно стать чуточку получше. Хотя все еще очень сложно, потому что дистанция здесь огромная. А радиус наших сплетов недостаточный. У нас тут до поставки происходит. Но надо брать тот на политку вариант вот этот. Иначе мы еще больше можем потерять удачными проками. И мы с Игоря взломали США. Пора взламывать еще и Британию. Кстати говоря, здесь агентов немножко ловят. Но это в целом плевать на самом деле. Ну, плюс стабильность сюда. Нам с Игоря стабильности очень не хватает. Я даже, смотрите, сейчас иду вот сюда, чтобы получать поддержку партии. Чтобы от нее получить больше стабильности. И потом я буду делать на статье обороны. Просто, чтобы получать поддержку войны. Потому что, да, нам ее не хватает просто. Ну и вот наша Манчжурия теперь. Нам она принадлежит. Осталось лишь немножко здесь пробиться. И она капитулирует, скорее всего. И мы уже заходим также и в Корею. Американцы в Корею не успевают. Так что, скорее всего, мы полностью будем тренировать в Корею. Здесь японцы что-то делают. Мне тоже это неинтересно. Зонский островыстка. О, кстати говоря, Остынди это наша. Если что. Да? Как бы да. Поэтому надо убирать ее защищать. Хотел сказать, я но уже немножко поздно. Неловко получилось. Ну, в целом, ладно. Мы полетим высаживаться в Японию. И видим Японию просто выездкой. А не сражением где-то там. Чё и торговля обнулилась почему-то. Буквально вся. Очень неприятно. Возможно, это из-за войны с Японией. У нас там эмбарго. Поснимали или еще что-то. Но она обнулилась однозначно. А вот и новые стрипсели мы сейчас делаем по 20 их в день. Господи. Конечно, да. Наша воздушная армия невероятно страшна. И у нас теперь появляется последняя легкая артиллерия. Кажется, что мы ее качаем. И сайя на производство. То же самое сделал с ПВО легким. Манджири капнул. Осталось здесь лишь добить японские войска. Вернем у себя порт Артур. И, в принципе, Корею покорим. А мы тем временем начинаем следующую фазу атаки Японии. Еще больше забрасываем стратегов. Работаем по таким целям. В принципе, вся военная и гражданская промышленность. Авиабазы. Любые укрепления. Любые верфи. И, конечно же, ПВО. Вообще еще надо и по радарам работать. Я думаю, вот так будет самое то. Будем устраивать в Японии просто ад. Однозначно. Ну и мы уже можем видеть, что она начнет работать. Мы уже, просто говоря, по 20% японской военной промышленности и гражданской выбили. Я думаю, к моменту, когда мы освободим Китай. Мы уже вполне себе сможем. Ну, Япония будет уже в руинах просто полностью, я думаю. И мы сможем высадиться вот здесь вот морем. Скорее всего, я буду выбамливать либо здесь где-нибудь морем. Мы, в общем-то, найдем морской регион, который мы плюс-минус можем контролировать. Хоть как-то. И будем там и работать. Там попробуем высадиться. Куда-то сюда, наверное, попробуем. Стояться и штурмовиками нашими выбамим все. Ну и наши войска начинают потихоненьку, потихоненьку освобождать побережье Китая. Таким образом загоняя оставшиеся здесь японские войска в ловушку. И готовим мы вторжение, но, честно говоря, с ним будет посложнее. А то и простая причина, что как бы, ну, сложновато высадиться без морпехов. Морпехов изучить очень долго. Этого техника у нас еще пока нету. Будем сейчас пытаться какую-то еще авиацию потихоненьку выбивать. В общем-то, нам предстоит очень много работы там. И тем временем германо-финляндские договоры о дружбе. Ну да, да, вот самый. Не, а что, пускай мы в республике советов дружат между собой, я-то не против. Надо понимать, что это все же республика советов. Господи, как в нем я надоелик дивизии передавать, это просто ужас. Ну ладно. Мы практически очистили весь Китай от японцев. По потерям там у японцев уже 2,5 миллиона, от нас 450 тысяч. Просто вот половину того, что Китай навоевал за все это время, мы потеряли от них 127. Немножко неприятно. Почему 200 тысяч этих забрали, этих уже не забирали. И вопрос только, насколько нам будет сложно высаживаться вот сюда. Потому что вопрос актуальный. А, кстати говоря, мы... Э, здесь есть чьи-то корабли, которые дают им присутствовать на море, допустим. И, блин, надо вот так попробовать сделать, на самом деле. Но мы не достаем-то туда. Ну, допустим, вдруг хотя бы какой-то признатик получим, будет приятно. Самое главное, по вот этим, достают. Самое главное, штурмовики достают до высадки. Сейчас еще одна дивизия сюда подъедет. Слушайте, ну мы высадились просто вот так вот, в наглую. Пока японцы спали, видимо, я не знаю. Полетели на солнце, пока ночь была, как говорится. Но я не против, высаживаемся. О, первоначальное установление уже прошло. Слава богу. Хотя все еще все очень не очень. И выбиваем мы гварда. Очень, на самом деле, с ними проблематично. Ну, тяжелой атлери, конечно, не хватает нам. Но в целом, вроде как, я думаю, сейчас выбьем. Ну и, правда, гналась сюда еще танки, пехота. Туда-сюда. И Япония, в принципе, должна уже вот-вот падать. И с ней вторая мировая закончится. Но закончится ли все на Второй мировой войне, вот это, конечно, вопрос. Давайте теперь делить территории, потому что мы имеем самый большой процент. Думаю, Маньчжурия и Корея у нас пойдет. Китай мы оставим. Китаю, конечно, по возможности. Япония, не знаю, посмотрим. И после мира игра крашнулась. Надеюсь, второй раз не будет такого. И нет. Мод снова крашнулся. Собственно говоря, я считаю, прекрасное завершение прекрасного мода. В принципе, на этом мы и закончим, ребята. К сожалению, дальше не получится. У меня не сильно много желания пытаться как-то мириться, искать, где проблема. Но где-то она точно есть, что-то не так с этой мирной конференцией. Это значит, что я просто уже вернусь в игру. И на этом моменте мы и закончим. Захватили мы Восток. По мирному договору я Таю всему, все территории, что мог, передал коммунистическому здесь. Сделал марионетки Маньчжурии, Мэндиана, Кореи, Японии. И взял еще здесь вот острова. Уже союзники собрали здесь, что смогли. Примерно так это все закончилось. На этом, кстати, реально придется закончить. Получился у нас свой Варшавский пакт только на всю Европу. И я думаю, очень-очень скоро все может измениться. Мы изучим ядерное оружие, Америка изучит ядерное оружие. И в принципе, наверное, история чуть повторится. Только вот у нас, в отличие от истории, намного-намного больше ресурсов. У нас намного больше контроля на Востоке, на Западе. Как бы это США окажется окружена странами под нашим контролем, прямым или непрямым. Потихоньку будем мы проникать в Африку, делать деколонизацию. Здесь Ирак под нашим контролем. Иран, в принципе, в какой-то степени тоже недалеко от этого. Турция просто окружена нашими странами, поэтому тоже нет выбора, кроме как принять нашу политику. В общем-то, перспективы нашего государства отличные. А на этом, как я сказал, я завершу. Если вдруг еще, ребят, не подписаны, обязательно подписывайтесь. Все, как обычно, лайки, комментарии. Ссылочка на группу Дискорда тоже есть в описании, туда тоже вступайте. И всем пока. Можете кидать в комментарии, за что бы я хотел... За что бы вы хотели, чтобы я поиграл. Опять-таки, плюс можно кидать еще в Дискорд. Ссылочки прямо на моду, я их периодически смотрю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok